В руках СБУ оказались кадры наших российских камер слежения за мостом. И начали рассказывать о подземном производстве надводных дронов. Нужно понимать, что прямое столкновение с НАТО это тысячи беспилотных летательных аппаратов, надводных, подводных дронов и тому подобное. Друзья, всем привет. Ну что, расскажу вам сейчас, как на московских болотах истерика из-за того, что СБУ выложила видео удара по Крымскому мосту Июльского. И как наш морской малюк Си Бэйби. И такое сходство с фамилией начальника СБУ. Интересное. Да, в общем, как он их поразил и как у них истерика, что оказывается у нашего СБУ есть ли данные их камер и все-все-все. Все. Друзья, сейчас об этом подробно, но и о продвижении наших освобождено стратегически важное село Урожайное. Причем 35-й бригадой, которой очень много мы, Гончаренко-центры, помогаем, а значит и вы. Потому что именно ваша подписка, лайк, шер, комментарий позволяет, в том числе и через монетизацию, нам помогать с бройным силам. И 35-я бригада морской пехоты, одна из тех бригад, которая наибольшую помощь от Гончаренко-центров получила. И сейчас она показывает крутые результаты. Друзья, поэтому давайте не останавливаться. Мы, кстати, продолжаем сбор на дроны для 251-го батальона Киевска-Сич. Это тоже очень крутые ребята и тоже, поверьте, вы о них услышите, которые уже и на Бахмутском направлении работали, и многих других. И сейчас им нужны дроны, а мы с вами можем им в этом помочь. Ну и не забудьте подписаться на канал, нажать кнопку палец вверх, лайк, чтобы больше людей увидело это видео, шерьте, комментируйте. Итак, СБУ выложила видео удара по Крымскому мосту. Очень интересно, с нескольких ракурсов. Знаете, как, во-первых, это красиво, посмотрите на это. That's exactly what the drone pilots saw. Thermal imagery, the water rippling, as up to a tonne of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. Russian officials said two civilians died in the attack. Cameras on the bridge captured the first blast on the road section. The cursor shows the drone moving in. And another on the railway tracks at about the same time. Ukraine has been coy. Some officials saying these huge blasts are from, quote, unidentified floating objects. But no longer. The head of the Ukrainian security services told CNN this is just the start. Well, my friends, what can we do with the results? Well, first, it's obvious that there are cameras of the view from the coast. And there is a USB-C. There is a USB-C. I'm curious, what other cameras of the view from the US? And where in Russia is the USB-C? Well, you're good. And, again, it's obvious that our drones are not trying to stop. On the video, it's obvious that no one is trying to kill them. Russia told us that all the tools are used, but it didn't work. But, as you can see, it's not used. And this, of course, caused a lot of hysterics. And, moreover, they say, that the attack was possible on the Azovskite Sea. So, how do we understand? Look at the post of Mordana, Tsarева, who said, they need to find predators. And hysterics, and hysterics. Oh, my God. And our USB-C showed a video of this drone, which is called Sea Baby. Look at this Mordana, Ukrainian language. And, of course, it's not true. The Lone, 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 the Lone. тоже можно перевести а как зовут главу украины правильно малюк у него фамилия но юмора они не поняли поэтому переводят как младенцы но эти младенцы пьют им кровь ай-яй-яй и это круто посмотрите как они стоят и и жалуются на этих младенцев каблук скобеевой попов и как он говорит тоже что как же видеокамера попала до что ты страшно малюк также признал ответственность сбу за первую атаку на мост 8 октября прошлого года то есть получается что американский телеканал cnn пригласил в эфир террориста тем самым признавая что сша являются спонсором терроризма еще важная для нас с вами деталь в руках sbo оказались кадры наших российских камер слежения за мостом так что для фсб очевидно есть работа впрочем ничего нового ну а предатель подоляка за которым еще придут хотя не видел прошлое видео про татьяну мунтян посмотрите обязательно про предателей судьбу их у подоляки будет такая же судьба это наш предатель украинский ну вот так он рассказывает что это все происходит на подземных заводах собирают малюки и вообще ну просто там глубиной до 100 метров но и и начали рассказывать о подземном производстве надводных дронов даже называют их по-моему малыш да или как-то младенец младенец да насколько вообще реально что украина сама может их производить и почему американцы по сути официально открещиваются от своего участия производства и поставки этих боевых дронов для того чтобы россия официально не могла их в этом обвинить то есть они открещиваются потому что мы не причем это чисто украинская разработка мы как бы не при делах потому что уже разговор о том что британия поставляет военные дроны которые атаковали крымский мост идут и соответственно это серьезное обвинение можно сказать даже в терроризме то есть как бы британцы не хотят в этом напрямую часто опять же им проще будет американцам случае сдачи украины дистанцировать то что мы не виноваты тут на них там своя разборка и вопросы а поводу подземных заводов да они существуют со времен советского союза я один раз при союзе был не при союзе вернее уже после союза и при этом был на заводе арсенал очень глубоко если не ошибаюсь не 100 метров под киевом расположены его цеха были друзья ну и действительно пусть они боятся а у нас еще и хорошие новости с фронта 35 бригада морской пехоты освободила село урожай на это стратегическое село на бердянском направлении очень важная это очень крутая бригада многих ребята там знаю лично знаю комбрига лично героя украины андриенко и многих ребят знаем много помогали этой бригаде много антидроновых ружей туда передали дронов маскировочных сетей которые делают гончаренко центры поэтому посмотрите сейчас это видео и понимаете что в этом видео есть и ваш вклад посмотрите а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Далее будет! Далее перемога! Слава Украине! Друзья, ну что, вот все-таки наши крутые хлопцы, все наши ЗСУ, и они, конечно же, делают свою работу, нам делают свою работу на информационном фронте, волонтерском фронте. Помогите мне это делать, лайк, шер, комментарий, подписка, донат, если можете. Держим строй, друзья!